Всем привет, ребята! Вы на канале SoberVision. И сегодня у нас долгожданное событие. Мы заселим первых муравьёв природный формикарий и посмотрим, как они обустроятся в новых условиях. Останутся ли они жить в подготовленной мной коряге или выберут новое гнездо? Также я покажу вам, как дела у муравьёв-капканчиков. А посмотреть у них есть на что. Но обо всём по порядку. Итак, перед заселением муравьёв природный формикарий мы подстригли его. Причём срезали растения практически под корень. Не щадили особенно их. Так как растут они хорошо и подстригать этот живой формикарий необходимо где-то раз в месяц. В целом все растения растут классно и хорошо прижились. Новая крышка тоже зашла. Тут и необходимая вентиляция, и растения не пересыхают. Заселять в этот формикарий я решил муравьёв Лептоторакс. Для удобства переселения и возможности наблюдать за муравьями, зная где они находятся, я решил пересадить их в корягу. В ней было просверлено отверстие, которое затем мы прикрыли кусочком этой же коряги, оставив лишь маленькую щель. Это сделано неспроста, ведь после переезда Адантамахуса в природный формикарий у них должно быть место, в котором они будут в безопасности. Чтобы Лептотораксы переместились в корягу, мы поместили пробирку с семьёй муравьёв в малую самосборную арену. Туда же была положена коряга. На всё про всё малышам потребовалось два дня. Как вы помните, в этой семье у нас было несколько маток. И сразу после того, как семье предоставили побольше пространства, матки начали проявлять характер. В частности, одна матка со всем расплодом и большей частью рабочих заселилась в саму корягу, а вторая, с парочкой рабочих, находилась или в пробирке, или под корягой. Может быть, её не пускали в новое гнездо, а может быть, она сама решила, что пора создавать свою семью. Об этом мы сможем узнать немножко попозже, уже после перемещения коряги в природный формикарий. Ну что, давайте это и сделаем. Поместим корягу в нижнюю часть формикария. Тут за муравьями будет легче всего наблюдать. Матку отшельника с парой рабочих мы вытрясли рядом с местом размещения коряги. Муравьи с большим интересом принялись исследовать новую локацию. Я решил немного увлажнить изготовленную нами корягу, чтобы муравьям было комфортно в ней и они не помышляли искать себе новый дом. И, конечно, покормим малышей сиропом. Рядом со входом в гнездо была установлена тарелка, куда мы капнули немножко вкуснейшего сиропа. Муравьи сразу проявили к нему интерес, причем полакомиться вылезла и сама матка. Какая именно, сложно сказать. Пока кто-то пьет сироп, другие уже активно исследуют дальние коряги. Причем они не просто ползали, а именно изучали все вокруг, миллиметр за миллиметр и стыкивали все своими усиками. Залезли во все щели и трещины. На следующий день я не увидел больших движников возле нашей новой коряги. Поэтому я решил их поймать на живца, покормить их. Для этого я разложил несколько кусочков личинок знахаря в разные части формикария. И в центральной части я наконец-то увидел одного рабочего, который после трапезы поспешил скрыться почему-то в трещине левой коряги, которая находится возле фикуса. Хм, к чему бы это? Потом я увидел еще парочку муравьев. Они также ели личинку знахаря в центральной части. И один из этих муравьев после сытного обеда также отправился по тропиночке к той же щели возле фикуса. Где он? Внизу. Там где-то. А смотри, куда мы побежали. Смотри, куда он пошел. Он сейчас по низу проползет. Смотри. Смотри, где он ползет. Видишь, за коряга. Вообще тихо, за листками. За листками. Вот я его вижу. Веду его. Веду. Под корягой. Смотри, сейчас вынырнет за корягой. И туда за корягу, смотри. Чик, ушел. Хоп. Видимо. Ну а рядом со старым их гнездом резвились только лишь колемболы. Которых, кстати, также периодически стали таскать лептотораксы в своих жвалах. Живая еда в живом формикарии. Класс. Дальнейшее кормление показали полное отсутствие каких-либо движений в подготовленной нами коряге, и она была удалена из формикария. Но является ли та трещина единственным новым гнездом? При очередном кормлении я обнаружил, как часть муравьев бежит не к фикусу, а заползает в ход неподалеку, проделанный, скорее всего, каким-нибудь другим насекомым. Там же была замечена и матка-отшельник. Это закрепило понимание того, что в настоящее время семья этих муравьев действительно разделилась и начала жить каждая своей жизнью. Но серьезные конфликты между этими новыми семьями не возникали. Они прибегали, ели, можно сказать, из одной тарелки и разбегались по разным гнездам. Удивительно просто. Наблюдать за этим – одно удовольствие. Когда сидишь рядом и видишь, как в этом чудесном природном формикарии бегают муравьи, это просто завораживает. Шло время, и маленькие муравьи-клиптотораксы обустраивают свои новые гнезда, выносят из них все лишнее и выкидывают опилки на листья растений, которые находятся рядом с их гнездами. А что же там с колонией капканчиков – адантомахусбаури? А у них все шикарно. Рабочих уже 15, достаточное количество яиц и куча личинок. По сути, им уже можно открывать второй модуль – формикарий Азия. Но делать этого мы не будем. Этим муравьям в ближайшее время также предстоит переезд. Капканчики отменно едят. Кормлю я их сейчас практически всегда личинками знахаря. Иногда даю туркменских тараканов. На арене постоянно тусуются 3-4 рабочих. Кстати, на арене они навели свой порядок. Все тут перекопали, разложили, как им понравилось. Посмотрим, что они сделают в живом формикарии. Ну что ж, думаю, они полностью готовы для заселения. Дело за малым – провести очередную стрижку природного формикария. Опять, я думаю, что практически под ноль. И все. Но об этом уже в другом выпуске. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Жду от вас комментарий по поводу переселения малышей в живой формикарий. Всем пока!